За 2021 год мошенники похитили у россиян 45 миллиардов рублей. Примерно половина потерпевших добровольно передавала личные данные преступникам. Специалисты считают, рост нежелательной статистики напрямую зависит от киберграмотности. Как защитить свои данные и не попасться на удочку злоумышленников, расскажет Наталья Глинина. Какие методы обмана в интернете чаще всего используют мошенники? Чаще всего мошенники сейчас используют спан-звонки для того, чтобы выведать персональные данные ваших платежных систем, банковских карт, CVC-коды для того, чтобы осуществить мошеннические действия, оно, соответственно, украсть ваше сбережение. Также используются различные фишинговые ссылки. Фишинговые сайты – это когда вы переходите, казалось бы, по знакомому интернет-ресурсу, но название немножечко изменено. И, соответственно, вы попадаете вместо платежной системы на какой-то подставной сайт, либо, может быть, сайт, который просит ввести данные ваших социальных сетей, либо других профилей, учетных данных, банковских карт и так далее, и злоумышленники уже ими завладевают. Появились ли новые способы мошенничества в интернете? Скверкодами – это сейчас новая тема, потому что они сейчас получают свое распространение повсеместно. Да, элементарно заходите в кафе, в ресторан, кушаете, и вам официант приносит чек с распечатанным QR-кодом, по которому вы можете оставить электронные чаевые. Либо, может быть, в интернет-магазине, либо в обычном магазине с системой быстрых платежей вам предоставляют QR-код, с помощью которого вы производите оплату. Уже не требуются банковские терминалы, просто вы считываете этот код, приходите по ссылке и производите оплату. Естественно, можно от этих мошеннических действий защититься. Необходимо всегда смотреть, по каким ссылкам вы переходите. Необходимо смотреть, чтобы эти QR-коды генерились при вас, чтобы они были одноразовыми, чтобы не было такого, что кто-то пришел, сверху наклеечку наклеил, и вы непонятно, куда перешли, непонятно, кому деньги отправили. Ну и, естественно, есть средства защиты мобильных устройств, с помощью которых вы осуществляете переход. Это антивирусники, которые смотрят, оценивают ссылку на предмет ее благонадежности. Кто наиболее уязвим перед мошенниками? Сейчас перед мошенниками уязвимы все пользователи сети интернет, активные пользователи. Это и дети, и взрослые, и пожилое поколение. Все, кто пользуется, все, кто оставляет свои данные, все, кто заводит профили, странички в социальных сетях, они могут стать жертвой мошенника, потому что мошенники зачастую могут собирать какую-то личную информацию, которую вы сами по своему желанию, без принуждения публикуете в том же самом Инстаграме. У пожилых людей осведомленность про современные методы мошенничества, она несколько ниже, чем у среднего возраста. Они не так хорошо разбираются в современных технологиях, поэтому, скорее всего, они поверят больше мошеннику и осуществляют какие-то действия, которые приведут к тому, что они могут потерять сбережение. Как киберпреступники выбирают жертву? Ну, это либо повсеместная спам-рассылка, когда просто получают слитые базы, например, с каких-то сайтов, которые собирают персональные данные с вашим именем, фамилией и вашим номером телефона, либо, может быть, вы бонусные карты в каких-то магазинах оформили, а эта база тоже слилась в открытый доступ, мошенники ее получили, и, соответственно, начинают вас прозванивать, ну, ковровым методом, то есть звонят всем, с кем выстрелят, с тем выстрелят. Да, конверсия небольшая, но есть, однако, те люди, которые ведутся на эти схемы мошенничества и сообщают свои персональные данные. Почему стоит быть осторожнее с публикациями в интернете? Как они влияют на аферистов? Это, прежде всего, ваша безопасность, да, потому что вы можете, например, не задумываясь, полететь в отпуск и в аэропорту опубликовать фотографию вашего посадочного талона, на котором будет содержаться информация, которая позволит управлять вашим бронированием, и злоумышленник минимум может вам навредить всем, что вы получите негативные эмоции, что-нибудь не так пойдет, а максимум он еще вернет деньги за ваш билет, и вы совсем никуда не полетите. То есть ситуации бывают разные. Либо, может быть, вы, опять-таки, собрались в отпуск, публикуете сторисы о том, что вы уже вылетаете в аэропорту, вот вы прилетели, вот вы в отеле, вот какой прекрасный у вас завтрак, какой форшет, а в это время с вашей квартирой что происходит? Стоит одна одиночка, дождается, пока вы вернетесь. Злоумышленники могут эту информацию заполучить, исходя из публикаций, в том числе с геометками, ну и, соответственно, получить там доступ к вашему жилью, пока вас нет. Есть еще способ, когда могут анализировать ваши социальные сети, те же самые открытые профили Инстаграм, когда вы выкладываете, например, фотографии с вашими домашними животными, с вашими, возможно, детьми, возможно, родственниками, места, какие-то интересные фильмы, которые вы любите. И когда злоумышленники хотят заполучить вашу пароль, естественно, они могут подобрать, исходя из вашего контента, максимально подходящий пароль. В интернете это социальные сети, то есть это какие-то ссылки, это, возможно, ну, социальный фактор тоже никто не отменял, это недобросовестные продавцы, да, которые продают там в интернет-магазинах, в Инстаграм-магазинах свои товары, вы им переводите деньги не через платежную систему, с помощью которой можно было бы вернуть платеж, а напрямую на карту, и при этом свой товар не получаете назад. Тут очень важно перед тем, как осуществлять покупку, если вы этот магазин ранее не знали, ну, прочитать отзывы, посмотреть, да, как другие пользователи там уже осуществляли покупки и приходил ли им товар. Это фишинговые сайты, фишинговые ресурсы. Когда вы, например, хотите перейти по какой-то ссылке, ну, вам кто-то отправил ссылку, например, на оплату, вот, ссылку перехватили, подменили, вы по ней приходите, вроде бы думаете, что попали на знакомый ресурс, а при этом не заметили, что пара букв изменена местами, либо одна буква вместо другой буквы подставлена. Вот, ну, здесь тоже необходимо смотреть внимательно, читать в адресной строке, куда вы все-таки перешли, смотреть, чтобы защищенное соединение было, как правило, оно в браузере подсвечивается зелененьким, там появляется замочек, что данная ссылка действительно является безопасной, и по ней можно осуществлять какие-то действия, особенно ввод логинов и паролей от ваших учетных данных. Как заметить мошенников в соцсетях? Прежде всего помните, что ваши персональные данные всегда должны быть под надежной защитой. Персональные данные ваших паспортов, банковских карт, учетных данных в социальных сетях. Не публикуйте какую-то информацию, которая может привести, например, к тому, что злоумышленники могут узнать ваше местоположение текущее, либо отсутствие у вас в конкретном месте, какие-то билеты, проездные квитанции и так далее, и все то, что может негативно на вас казаться. Как пароль от аккаунта может уберечь пользователя от кибератак? Необходимо придумать надежный пароль и желательно его обновлять периодически, ну хотя бы раз в три месяца. На разных источниках, в разных социальных сетях лучше использовать разные пароли, потому что мы все знаем, в каких социальных сетях все мы сидим, какие самые популярные. Ну и если злоумышленник получил доступ к какой-то вашей одной учетке, ну само собой он попробует подобрать этот же пароль под другие учетки. И у вас есть риск того, что вы там лишитесь не одной социальной сети, а сразу всех. В идеале использовать минимум не только пароль, но и, допустим, двухэтапную аутентификацию, когда вы помимо пароля еще и вводите код из смс, который приходит вам на номер телефона, привязанный к данному аккаунту. Это, безусловно, повышает надежность доступа к вашим учетным записям. Что делать, если пользователь все же клюнул на уловку преступников? Если это, допустим, какие-то банковские операции, банковские карты, лучше сразу заблокировать банковскую карту, обратиться в отделение банка, обратиться в отделение полиции, для того, чтобы начались рассыскные действия относительно мошенников. Если вы понимаете, что у вас там какой-то злоумышленник переслал вам ссылку непонятную, вы по ней случайно перешли, кликнули, ну, конечно, нам нужно запустить антивирусную проверку для того, чтобы обезопасить свое устройство. А если с паролем, значит, блокировать свои учетные записи, писать в службу поддержки данной социальной сети и желательно уведомлять свои контакты, что с вами все в порядке. Это были действия злоумышленников, чтобы они ни в коем случае... Ну, в данном случае жертвами же становятся ваши контакты, ваши близкие, ваши друзья, которые переводят деньги непонятно на какие цели. Их желательно предупредить о том, что все в порядке, все-таки не надо переводить эти деньги.